Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. В Ниньском округе за прошедшую неделю выявили порядка 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости в регионе составляет более 200%. На сегодняшний день прошли вакцинацию 9478 человек. Из них 21 человек заболели коронавирусом. С начала года на территории округа зарегистрировано 86 случаев возгорания, что на 100% превышает статистику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В выходные дни в районе Йокуши произошло одно из последних возгораний. Дорога добра – так из года в год называется пришкольный лагерь дневного пребывания в поселке Красное, который посещают 60 детей с 6 до 18 лет. В Ниньском округе за прошедшую неделю выявили порядка 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости в регионе составляет более 200%. На сегодняшний день 9 человек получают лечение от COVID-19 в стационаре Нинецкой окружной больницы. У нескольких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Они получают кислородную терапию. У нас произошло за выходные дни ввоз коронавирусной инфекции из санаторной организации. Пациенты выезжали в санаторий Вологодской области и привезли на себе коронавирусную инфекцию. Сейчас мы отрабатываем те контакты, кто там был в этом контакте, полагая, что у нас еще будет увеличение роста числа заболевших. Необходимо отметить, что среди заболевших у нас есть лица, которые были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. И те лица, которые вакцинацию прошли, у них заболевание протекает в очень легкой форме. Рост распространения коронавирусной инфекции отмечается во всех регионах Российской Федерации. Нинецкий автономный округ не исключение. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинецкого округа, в числе заболевших более 20 человек, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Это всего 0,2%. То есть данная статистика показывает, что вакцина, которая используется в регионе, она более чем эффективная. Потому как заявлял Медздрав, что эффективность вакцинации 95%. Но на сегодняшний день мы видим, что у нас эффективность вакцинации почти 99,8%. Поэтому единственный способ, как нам уберечь население, а население сейчас стало выезжать, где-то сейчас активно вакцинироваться, чтобы мы ушли хотя бы к середине июля уже полностью вакцинированы. В свою очередь губернатор округа Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту подготовить предложение, как предотвратить возинфекции на территорию региона. Как мы знаем, во многих субъектах страны из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в связи с ростом заболевших ковидом, вновь вводятся жесткие ограничительные меры. Послабления отменены. Не исключено, что ряд ограничительных мер, отмененных ранее, возобновят и в Ненецком автономном округе. В настоящее время этот вопрос прорабатывается и будет вынесено обсуждение на следующее заседание оперативного штаба. Ранее на оперативном штабе было принято решение рекомендовать работодателям округа допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификата о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Соответствующая рекомендательная норма для работодателей внесена в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, Телеканал Север. Глава Наринмара Олег Белак подписал постановление о завершении отопительного сезона. ПУКТС приступило к поэтапному отключению тепла. За последние пять лет в этом году самое раннее отключение отопления в городе Наринмаре, сообщает пресс-служба мэрия. В прошлом году отопительный сезон завершился 6 июля, в 2019 – 29 июня, в 2018 – 19 июня, а в 2017 – 3 июля. Как пояснили на предприятии объединенных котельных и тепловых сетей, отключение отопления летом – это регламентированная процедура. За короткое северное лето нужно подготовить систему теплоснабжения к осенне-зимнему периоду, чтобы во время холодов не было сбоев. Отметим, по федеральным нормативам отключить отопление можно при условии, что пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет выше 8 градусов. В ночь с 17 на 18 июня в ряде домов микрорайона Городецкий не будет холодной воды. ПУКТС продолжает ремонтные работы. В ночь рабочие коммунального предприятия проведут замену запорной арматуры в водяном колодце. С 22.00.17 июня и до 6.00.18 июня в девяти домах микрорайона не будет холодной воды. Это жилые дома по улице Ленина и Рыбников. Реализацию мероприятия опережающего северного завоза в населенные пункты округа плановые ремонты в образовательных организациях обсудили на еженедельном совещании губернатора Ниньского округа с руководителями органов государственной и муниципальной власти. Наталья Дуркина продолжит тему. Напомним, этой зимой во время суровых морозов учащиеся ряда образовательных учреждений Наринмара пожаловались главе региона на невыносимый холод в учебных аудиториях. Студенты социально-гуманитарного колледжа вынуждены были заниматься и вовсе в верхней одежде. Как отметил представитель департамента образования, замещания учтены и в ряде учебных заведений будут проведены этим летом ремонтные работы. Также необходимо подготовить к новому учебному году школы и детские сады округа. Мы запланировали ремонтные работы. В первую очередь это те больные наши моменты, которые показали себя как в городе, так и на селе. Первая школа запланированы ремонтные работы и по утеплению, и по окон, и с окольного перекрытия. Детский сад, тамушка, меняем полностью систему отопления, уже свой износ. СГК, запланирована замена стеклопакетов, оставшихся, которые в деревянном исполнении. Тоже в течение июля мы начинаем эту работу. Что касается детского сада Великовисочно, то на период ремонтных работ предварительно согласовано размещение детей в помещениях поселковой школы. Предварительно согласовано размещение с ПОШ-надзором, с Роспотребнадзором. Отдельный блок в школе выделяем, чтобы детский садик уже целиком, так массивно его отремонтировать. Там требуют и утепления, и полы, и стены, и система отопления. То есть комплексно подойти. Месяца двух нам не хватит, поэтому уходим с этим до декабря месяца. В свою очередь глава региона поручил Департаменту образования, культуры и спорта держать на контроле вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Также Юрий Бездудный намерен приезжать с проверками в образовательные организации, где ведутся ремонтные работы. В ходе оперативного совещания глава региона обсудили выполнение графика мероприятий опережающего северного завоза в поселении Заполярного района. Как я докладывал неделю назад, с небольшими отставаниями, там 3-7 дней некритично, чисто технологические какие-то бывают сбои. А пока все идет по графику. По малым рекам завоз завершен. Параллельно идет по морю и по Нижнепечерю завоз. На сегодня, если какие-то предварительные итоги подвести, то такого у нас на моей памяти не было. На середину июня уголь 41% практически завезен, там дрова почти 24%, солярка 30%, но масел 15% поменьше немножко. То есть все идет пока лучше, чем в прошлые годы, но это спасибо ранней навигации. Опасений на сегодня никаких не видим. Напомню, навигация 2021 года была официально открыта 20 мая. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север. Форумная кампания уже стартовала, а это значит, что деятельная и активная молодежь может подать заявки на участие во всероссийских и международных форумах. О том, как попасть на подобное мероприятие и какие форумы организованы для активистов, нам рассказали в региональном молодежном центре. Подробнее в материале Катрины Тайбарей. Молодежную форуму – это в первую очередь возможность заявить о себе. На таких мероприятиях разыгрываются гранты среди молодежи на реализацию социально значимых, патриотических, спортивных и досуговых проектов. Валерий Двойников на форум «Ладога» едет представлять свой проект. Это зимнее соревнование среди молодежи «Юки Гассен» – «Снежный бой». По сути, это игра в снежки, но в снежных боях есть свои сроки и правила. В этом году я подал в очередной раз заявку на молодежный форум «Ладога», который проходит в Ленинградской области, в пансионате «Восток-6». И, соответственно, в прошлом году тоже так же подавался туда, выбрал направление блогеров для саморазвития. В этом году я еду по потоку «Креативное развитие». Этот поток позволяет работать с молодежными субкультурами. В оформлении проекта готовы помочь в молодежном центре Ненинского округа. Там всегда приветствуют активную жизненную позицию молодых людей. На каждом форуме проводятся конкурсы грантов. Можно со своим проектом поехать, защититься очно перед комиссией, получить поддержку. Даже если есть просто идея, ее можно реализовать в проект. С этим мы успешно уже второй год помогаем участникам нашим на форумах. Опять-таки, стоит только обратиться в молодежку, и все получится. Своими впечатлениями после форума «Алтай. Территория развития 2021» делится Сергей Тайборей. Мне очень понравилось тем, что это очень масштабный форум. Там работалось десяток площадок для развития молодежи, у молодежи навыков. Добро-бро, например, это развитие добровольчества, волонтерства. Студактив, это формирование студенческих клубов. Также медиадвиж, развитие у молодежи каких-то профессиональных навыков в плане блогерства или журналистики. Я был на площадке «Дружба народов». Это гармонизация межнациональных отношений. Сергей также отметил, что самое главное в форумах – это общение, обмен опытом с другими участниками и новые знакомства. Я хочу пожелать ребятам, если они активны, если они болеют за наш регион или за нашу страну в целом, регистрироваться на сайте АИС «Молодежь», проходить там всякие творческие испытания, находить интересные форумы, потому что это очень круто, это прям вдохновляет и это несомненно какой-то рост личностный. Образовательные и творческие форумы – это отдельный мир, который вдохновит на позитив жизни, даст полезные знания, познакомит с интересными людьми и подарит море ярких эмоций каждому участнику. Атмосфера молодежных форумов несравнима ни с чем. В этом каждый год убеждаются их участники из Нейнского округа. Наконец-то мы дождались, открылась регистрация на самый большой форум – это «Территория смыслов». Там будет целых пять смен. Пройдет форум с июля по конец практически августа. Регистрация уже открыта на все смены сразу. Регистрация сейчас на все форумы идет через новую площадку. Механизм немножко изменился. Если вдруг у кого-то возникают сложности с регистрацией, можно позвонить по простому номеру 451-51, и в молодежном центре обязательно помогут зарегистрироваться, подать заявку, написать проект. Также сейчас идет регистрация на международный форум «Евразия Глобал». Идет регистрация на форум «Бирюса», на форум «Острова», на форум «Иволга». Открыта регистрация на форум «Байкал». В официальной группе молодежного центра «ВКонтакте» планируется выпуск серии видеороликов с подробной информацией о каждом форуме, на которые могут отправиться представители молодого поколения от 18 до 35 лет. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В окружных селах первый месяц каникул школьники проводят на различных детских площадках, а те, кто постарше, трудятся на территории поселений. Об этом в нашем следующем сюжете из поселка Красное. Веселые игры на свежем воздухе, соревнования, мастер-классы и, конечно, походы в лес. Больше всего мне нравится в лагере ходить в походы. Играем. Всякие разные игры. Лапту, волейбол. В библиотеке ходим, в спорткомплекс, в школьную библиотеку, на улице играем. Интересно. То есть, тут всякие игры проводят. На каждый тематический праздник отводится, спридумывается все новое. Ну, то есть, нет повторений вообще. Дорога добра, так из года в год, называется пришкольный лагерь дневного пребывания в поселке Красное, который посещают 60 детей с 6 до 18 лет. Дети с 9 утра до 4 часов дня находятся под присмотром воспитателей и в компании друзей. В 9 начинаем собираться, в 9.15 у нас линейка, в 9.30 у нас зарядка. Пока зайдем, у нас всегда зарядка и линейка с утра на улице при любой погоде. Штормовое только когда мы заходим уже в помещение. Потому что за весь год дети наши насиделись и хотят подвигаться на свежем воздухе. Ребята постарше, как правило, в летний период предпочитают поработать. В Красном в этом году временно будет трудоустроено 25 подростков. Одна из них – Анна Носова. Я работаю от сельсовета, получается, мы работаем с полдевятого до 11 часов. В это время мы можем убрать территорию поселка, территорию возле леса, точнее, красить заборы, площадки. Недавно мы рассаживали цветы, поливали их, старались, как-то, хотим беречь свой поселок, чтобы он был чище, чтобы он был лучше, и чтобы было приятнее ходить и находиться в нем и жить. Школьники в Красном работают в летний период в нескольких организациях. В частности, в детском саду два человека будут прибирать территорию учреждения, а также проведут уборку в помещениях. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С начала года на территории округа зарегистрировано 86 случаев возгорания, что на 100% превышает статистику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В выходные дни в районе Йокуши произошло одно из последних возгораний. Тему продолжит Наталья Доркина. 12 июня около 10 часов утра на телефон 112 поступило сообщение, что в районе деревни Йокуши наблюдается сильное задыбление. Сотрудники пожарной части на касса ПСС оперативно выехали на место возгорания и приступили к тушению пожара уже в 10.30. В общем, было задействовано порядка 20 человек личного состава. Также к месту пожара доставлялись по реке, были плавсредства привлечены, были задействованы в тушении мотопомпы, ранцевые огнетушители. Ну и возгорание было ликвидировано в районе 4 часов только вечера. То есть с утра практически до вечера пришлось пожарным тушить. После того, как уже потушили, повторное возгорание было в том же самом районе, но там уже таких сильных последствий не было. Напомним, что с 1 мая на территории Норинмара действует постановление о запрете палов сухой травы на территории муниципального образования в пожароопасный период 2021 года. В документе указано, что с 1 мая по 31 августа запрещено выжигание сухой травы и разведение костров в жилой парковой зоне на пожароопасных объектах. Нужно оценивать обстановку. Сегодня мы видим сухая ветреная погода. В таких условиях я никому бы не рекомендовал разводить огонь. Будь там костер, будь то сжигание мусора, будь то пикник. Максимально ограничиться без разведения открытого огня. Но если уж мы пошли на это, есть разные мероприятия, в том числе и культурные, то всегда нужно подготовить место для разведения костра, то есть углубление в земле, расчистить территорию перед этим. Я бы еще рекомендовал запастись первичными средствами пожаротушения. Также необходимо опомнить поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа. Награждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица от 25 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. На сегодняшний день на территории Ниньского округа наблюдается рост пожаров. В сравнении с логичным периодом прошлого года это практически на 100%. Так, в этом году у нас произошло 86 пожаров, в прошлом году на сегодняшний день произошло 46 пожаров. Также у нас превышение идет по гибели людей на пожарах. Так, в прошлом году погиб один человек, в этом году уже два человека погибли на пожарах. И в этом году травмировано 6 человек, в прошлом году травмировано 4 человека. По словам сотрудников МЧС, в основном все причины пожаров связаны с человеческим фактором. Из-за аномально низких температур в начале года происходило большинство возгораний. Котельные установки и печи на твердом топливе автомобили, которые обогревались различными устройствами. Все это служило причинами, по которым случались возгорания. Будьте внимательны и осторожны. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова